Александр Цибульский провел прием граждан. Традиционно встреча с населением прошла в открытом формате с участием представителей профильных ведомств, глав города Наринмара и поселка Искателей. Информация в открытом доступе. Списки домов, подлежащих расселению, теперь доступны в онлайн-режиме. Где искать информацию о ветхом и аварийном жилфонде, расскажем в материале выпуска. Силовые кардиотренажеры, сопутствующий инвентарь. В тренажерных залах Дворца спорта Норт обновление. Современное оборудование приобретено при финансовой поддержке Лукоил Коми. Новобранцы из НАУ отправятся нести службу на корабли Наринмар. В военно-морскую подготовку пройдут 13 призывников из Наринмара, Хривера, поселка Искатели и Тельвиски. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! От ЖКХ до здравоохранения губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский накануне вечером провел очередной прием граждан. На этот раз поделиться своими проблемами с главой региона пришли 7 человек, в основном пенсионеры. Чтобы в полной мере разобраться в том или ином вопросе, на встречу были приглашены руководители практически всех профильных ведомств, мэр Наринмара и глава администрации поселка Искателей. Так, например, Татьяна Русановская, проживающая на улице «Зеленая», пожаловалась на несвоевременный вывоз жидких бытовых отходов из выгребной ямы. По словам пенсионерки, возле дома постоянно лужа из нечистот, а обращения в различные инстанции к результату не приводят. До сих пор неизвестно, то ли взял кто-то эту яму на баланс, то ли нет. Никто не взял, знает проблему. У меня очень много обращений по этому дому. Там проблема в том, что суд признал, что нельзя ее взять себе, и до марта месяца примерно оно должно сейчас быть в статусе бескозного имущества, и после этого его заберет себе на баланс по КТС, тогда начнет его нормально обслуживать. Я, Леонидович, не даст соврать, его с вашим 17-м домом по улице «Зеленая» дергаю, наверное, каждую две недели. Я очень долго жду ответа на этот вопрос. До сих пор я его не получила, поэтому мы записались к вам. Правильно. Следующий вопрос касался предоставления жилья. Александра Ермолина сообщила губернатору, что ее пожилой отец нуждается в постоянном уходе, а квартира, которую выдали пенсионеру в рамках программы по переселению, однокомнатная. Его одного оставлять нельзя. В однокомнатную квартиру мне снова ее вывезти. Я вообще-то тоже хочу, чтобы у меня хотя бы комната была, и у этого человека тоже комната была. На которые деньги мы продали, мы можем купить ему квартиру. Даже однокомнатную. Вот как в этой ситуации поступить? Женщина заявила, она готова передать городской администрации свою квартиру взамен на двухкомнатную, в которой будет проживать с отцом. Александр Цибульский напомнил, по закону это невозможно, однако пообещал рассмотреть другие варианты решения проблемы. Это просто же не улучшение жизни? Нет. Потому что немножко другая программа. В рамках этой программы нам это сделать тяжело. То есть Регион Анатольевич сейчас подключится по линию департамента социальной защиты? Добавлю, личный прием граждан глава региона проводит, как правило, раз в квартал. Информация о расселении ветхого и аварийного жилья в Нинецком округе стала доступна в онлайн-режиме. Новый раздел по поручению губернатора округа создан на официальном сайте Регионального департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Так, на сайте представлен окружной реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, где можно ознакомиться со списком домов по состоянию на 26 ноября текущего года. Информация представлена отдельно по Наринмару, поселку Искателей и сельским населенным пунктам округа. Сведения будут дополняться в случае внесения изменений в реестр. Глава региона Александр Цибульский поручил профильному департаменту на сайте разместить и дополнительную информацию. Мне кажется, нам надо переселение, прямо количество строящихся квартир. Мы же все их строим по понятной нам квартирографии под переселение, правильно? Можно каждому там человеку закрепить в этом списке, кто куда переселяется, в каком году, в каком доме. Мы прорабатываем этот вопрос. Проработайте, чтобы человек на сайте понимал, что он вот в этом доме, в этом подъезде, на этом этаже получит квартиру и следил, как строится дом там. Это будет совершенно другая ответственность. Люди будут ходить, следить, смотреть и нам с вами в том числе говорить о тех недостатках, которые могут возникать в процессе строительства. Дополнительно в разделе размещена информация о возможности получения компенсационных выплат в замен освобождаемого жилого помещения собственника, находящегося в аварийном доме. Соответствующий закон в Ненецком округе разработан по инициативе губернатора и принят собранием депутатов. До конца года будут разработаны все порядки на выкуп аварийного жилья. Денежные средства вместе с Департаментом финансов на следующий год заложены на выкуп. Они пока заложены в предварительном объеме, в рамках формирования очереди и наличия бюджетных средств будем добавлять в рамках дополнительных сессий. Механизм выкупа аварийного жилья у граждан будет запущен с 2019 года. Установку новых автобусных павильонов на Ринмаре завершат на следующей неделе. Подрядчик планирует завершить работы до 5 декабря. Автобусные павильоны устанавливаются взамен старых на остановках Баня номер 1, улица Победы, Морской порт, Пит-колледж, Диуцледия, школа номер 3, улица Ленина, улица Октябрьская. Как сообщили в централизованном стройзаказчики, подрядчик должен был выполнить контракт еще в октябре. Но из-за проблем с доставкой павильонов на территорию на Ринмаре сроки были сдвинуты. Всего в окружной столице установят 9 автобусных павильонов, в том числе 5 малой вместимости и 4 автобусных павильона, увеличенной вместимости на автомобильных дорогах улицы Первомайская, улица Волчейского, улица Ленина, улица Октябрьская. В автобусных павильонах заранее предусмотрено место для маломобильных групп населения с обозначением места соответствующим знаком. На остановках будет смонтировано электронное информационное табло, которое позволит пассажирам точно знать время прибытия общественного транспорта. Автобусные остановки будут оборудованы энергоэффективными светильниками с датчиками движения. Также для безопасности и сохранности имущества в павильонах установят камеры видеонаблюдения. Возведение современных автобусных павильонов обходится окружному бюджету в 7 миллионов рублей. Однако из-за срыва сроков подрядчику предстоит выплатить неустойку. Парламентарии округа продолжают работу над проектом окружного бюджета. На сегодняшний день планируемые расходы на ближайший трехлетний период представили 4 департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям НАУ, природных ресурсов, экологии АПК, строительства ЖКХ, энергетики и транспорта. Сегодня законодатели рассмотрели расходы департамента здравоохранения, труда и соцзащиты. Департамент образования, культуры и спорта НАУ приступит к защите своего бюджета в начале декабря. Порядка 4 миллиардов 900 миллионов рублей запросил департамент здравоохранения в 2019 году. В том числе около 173 миллионов рублей на обеспечение деятельности казенных учреждений подведомственных департаменту. Это бюро судебно-медицинской экспертизы, финансово-расчетный центр, отделение соцзащиты населения и центр занятости. По учреждениям, казенное учреждение Невско-Автономного права, бюро судебно-медицинской экспертизы, всего на содержание необходимо 30 миллионов 356 тысяч 900 рублей. Рост к 2018 году на 1 миллион 543 тысячи 500 рублей. Вылечение обусловлено ростом коммунальных услуг, изменением кратности по формированию фонда по труда и начисление на по труда. Штатная численность без изменений 24 штатные единицы. Вопросы есть? Нет. Дальше. Казенное учреждение Невско-Автономного права, финансово-расчетный центр, всего на содержание необходимо 54 миллиона 305 тысяч 500 рублей. Рост к 2018 году на 11 миллионов 26 тысяч 600 рублей. Рост расходов обусловлено в основном. Предлагается приобрести основные средства. Это строковый автомобиль «Газель». По словам Сергея Свиридова, финансово-расчетный центр будет обеспечивать транспортное сопровождение выезда бригад врачей и социальных работников. В свою очередь депутаты предложили альтернативные варианты, один из которых – использовать транспорт заполярного района. Пойдут ли они нам на встречу, наверное, надо у них спросить. Но если это решение не будет принято, то мы будем денег тратить в разы больше на аренду транспортного средства. Если мы готовы на это пойти, то я просто… Если не будет решен вопрос положительно, мы пойдем по пути аренды транспортного средства. Это будет для нас дороже. Других вариантов просто у нас нет. Подписание соглашения за полярным районом. Они его. Попытались обсудить, хотя насильно они не будут под меня подстраиваться. Они будут его использовать, как они хотят. А я буду по остаточному принципу. Но у меня сегодня бригада врачей расписана таким образом, что мы подстроились в том числе по долине водов. Если мы хотим сбить график, то, конечно, давайте сбивать его. На содержание отделения социальной защиты населения в следующем году потребуется порядка 53,5 миллионов рублей и чуть более 34 миллионов рублей для центра занятости населения. Общий объем субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения госзадания, на оказание государственных услуг и иные цели потребуется порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. В том числе более 813,5 миллионов рублей Ненецкой окружной больницы. Депутат Андрей Ружников предложил пересмотреть бюджет в сторону увеличения. Это касается оплаты труда работников больницы, расширения штатного расписания и улучшения материально-технической базы. У нас больница за последнее время превратилась из окружной в муниципальную. Две санитарки на всю терапию. И то они, они впрямую говорят, да мы не будем подмывать, мы лежачих больных. У нас не входит в это. Но тем не менее, отдать им должное и поставить им памятник. За то, что они, несмотря на все, две санитарки, терапия переполнена. Люди лежат в коридорах. Я настоятельно рекомендую, все-таки пора уже пересмотреть, я не знаю, там, самую кадровую политику, наверное, так? В отношении главного врача? Да, кто там, отношение главврача к всему медперсоналу. Депутаты приняли решение в ближайшее время посетить окружную больницу и после обсудить с главврачом основные проблемы учреждения. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Силовые кардиотренажеры, сопутствующий инвентарь. В тренажерных залах Дворца Спорта Норд – обновление. Современное оборудование от ведущих компаний и производителей спортивного инвентаря удалось закупить благодаря совместному проекту между администрацией округа и компанией «Лукоил Коми». Средства на модернизацию 3,9 млн рублей выделены в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией НАУ и компанией «Лукоил». На эти деньги учреждение закупило, доставило и установило новое оборудование для тренажерных залов. Теперь в Норде современные тренажеры, в том числе для работы со свободными весами, различные скамьи, гантели, диски, а также беговые дорожки и велотренажеры. Все оборудование высокого класса. Его производитель – российский лидер на рынке подобных услуг. Дворец Спорта Норд является одним из ведущих в городе и округе центров по предоставлению услуг населению по занятию физической культурой и спортом. Учреждение обладает единственной в регионе многопрофильной спортивной базой. Здесь проводятся занятия по общей физической и силовой подготовке по всем видам спорта для детей и молодежи. Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, спортивные игры, плавание, спортивные единоборства. Помимо предоставления услуг населению, в тренажерных залах проводятся занятия для детей и молодежи. Сегодня на военную службу отправились еще 17 призывников Ненецкого округа. Пятеро из них отдадут долг родине на одном из самых боеспособных кораблей в акватории Белого моря – Наринмар. Владимир Рожин расскажет подробнее. Первая и, пожалуй, самая важная процедура перед отправкой в архангельский сборный пункт – телесный осмотр. Состояние здоровья должно быть идеальным. Если новобранца в день мобилизации глубокая рана или сильный ушиб, в армию уже не возьмут. Ждать придется как минимум год. Впрочем, сегодня все обошлось. Все ребята годные, с категории годности А. Ребята идут на военно-морской флот, северный флот. И поэтому ребята должны быть в категории годности А здоровые, все до единого, все под одну гребеночку. Сразу после осмотра будущих военнослужащих собирают для общего инструктажа. Процедура традиционная. Новобранцев предупреждают о возможных трудностях и дают необходимые советы. В частности, рассказывают о том, как вести себя в войсковых частях. Впереди целый год вдали от дома и родных. Армия – это не курорт, и вы должны это понимать. Естественно, не будет у ваших близких, родных. Зато будут друзья, будут товарищи. Поэтому обязательно надо быть контактным, чтобы появились товарищи. Я хочу сказать, что армейская служба, она очень, скажем, серьезная. В команде 17 человек. Пятерым предстоит служить на малом противолодочном корабле «Нарьенмар». Среди них Тимофей Ануфриев. Молодой человек не скрывает. В армию идет с большим желанием. Стать военнослужащим – его давняя мечта. Я готов служить, хочу. Как бы у нас все семьи служили. По крайней мере, по моей отцовской линии. Я думаю, может, в разведку попаду, еще что-нибудь побегаю, там по лесам еще что-нибудь. Но корабль тоже неплохо. В целом рад. Для большинства ребят служба в армии – своего рода необходимость. Ведь без военного билета сложно устроиться на хорошую работу. Новобранцы тем временем признаются. Год в керзовых сапогах – это еще и хорошая возможность получить жизненный опыт, а также подтянуть физическую форму. Ну, конечно, жизненный опыт. Ну, как всегда. Школа жизни. Время – время. Не знаю, как их назвать. В Ливанах есть? Ну, надеюсь, но лучше. Конечно, волнительно. Неизвестно всегда, ну, не пугает, но волнительно больше. Да. Ты на Наримар попадаешь? На корабль? Да, на корабль Наримар. Что, как тебе? Ты рад этому, что Наримар? Ну, да. Да, такая честь из Наримара в Наримар. Вот. Ну, ребята пришли, с Наримар говорят, служба хорошая, как бы, все замечательно. До самолета всего считанные часы. Родные, близкие и друзья новобранцев прощаются с будущими защитниками Родины. Тот редкий случай, когда каждый из провожающих испытывает противоположные чувства. И волнительно, и, с одной стороны, радостно, и, с другой стороны, немножечко грустно. Радостно, потому что провожаем его служить Родине. Грустно немножко, потому что целый год не будем с сыном видеться. Как думаете, каким он придет из армии? Ну, возбужалым. Мужчиной? Серьезным мужчиной, да. Успокаивает то, что служить только всего лишь годик, не два, как раньше. Старший брат служил два года, младший будет годик. Ничего, настрой позитивный, нечего волноваться, все будет хорошо у него. В ближайшие несколько дней новобранцы проведут в распределительном пункте Архангельска. Именно оттуда они отправятся к месту несения службы. Что касается призывной кампании, то в нашем регионе она продлится до середины декабря. Ряды российской армии пополнят еще порядка 30 жителей Заполярья. Владимир Рожин, Владислав Носкин, Телеканал Север. Круглый стол по подготовке правил посещения Лежбищ Атлантического моржа в акватории Печорского моря состоялся в Нуринмаре. Собравшиеся обсудили вопросы организации разработки правил посещения традиционных мест дислокации этих животных. Главная тема круглого стола – разработка и утверждение правил посещения Лежбищ Атлантического моржа. Этот вид млекопитающих занесен в Красную книгу. Популяция животных была под угрозой вымирания, сейчас она восстанавливается. Но новой проблемой для пугливых моржей стали туристы и промысловики. Люди, придя на Лежбище, своим поведением не пугали животных и вот таким образом сохранили моржа. Потому что вот последние годы по своему незнанию совсем рядом с Лежбищем могут садиться вертолеты. Люди тоже по своему незнанию слишком близко подходят к животным, приезжают на моторных лодках, заезжают прямо на Лежбище. Я понимаю, что это очевидно, что не заинтересованных в том, чтобы пугать, но просто как раз отсутствие информации. Дело в том, что для своих регулярных Лежбищ животные выбрали пляжи Печорского моря. Рядом находятся нефтяные разработки. Кроме того, в последнее время Русская Арктика стала популярным туристическим маршрутом. Моржам такое соседство совсем не по вкусу. Поэтому, по мнению природоохранных организаций, необходимо разработать единые правила. При этом документ должен носить не просто рекомендательный характер, а должен быть утвержден на местном законодательном уровне. Сейчас мы уже готовы какой-то проект представить, еще раз поговорить. И как сделать так, чтобы это не просто был рекомендательный документ, а документ, который был рабочий. Допустим, чтобы это было принято на региональном уровне. Обсудим, как это, собственно, кто будет выходить с такой инициативой. И так, чтобы эти правила действительно были рабочие, чтобы люди могли этими правилами пользоваться. Кстати, опыт подобной работы у организации уже есть. Правда, по другим видам краснокнижных животных. Что касается разработки правил поведения на Лежбищах в Ненецком округе, то сотрудники Всемирного фонда дикой природы надеются, что появится он уже к следующему полевому сезону, то есть в июне 2019 года. Ольга Руслова, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...